Действительно, бюджет надо будет изучать, чтобы, надеюсь, что там не будет такого, как во времена Яценюка, когда была уборка космического мусора, когда была патриотическая песня и все остальное. Я надеюсь, что этого не будет. Теперь перейдем к более серьезному. Для того, чтобы наполнять качественно бюджет, нужно не только приватизация, которой пока нет еще, насколько я понимаю, в бюджете, она будет внесена позже. Нужны серьезные структурные проекты, реализации их. Нужно подключение инвестиций и, соответственно, нужно усиление экономики. Достичь этого можно только созданием реальных рабочих мест. Это раз. Второе. Я надеюсь, что действительно, насколько я понимаю, будут подключены все ресурсы для наполнения бюджета. Как один из примеров, сегодня говорили про бурштин. Давайте, наконец-то, разберемся с бурштином, чтобы он не контрабандно вырабатывался, а легально. Чтобы его не контролировала прокурорская полицейская мафия, а государство контролировало. Дальше. Примеров много. Я могу сам перечислить. Егорный бизнес. О, про егорный бизнес. Говорят, что на таможнях у нас крутится минимум один бюджет годовой. Подождите, Алексей. Игорный бизнес, это вообще отдельная тема. И я знаю, что в ближайшее время внесут законопроект, который, наконец-то, исправит ситуацию и уберет эти казино с улиц Киева. Надо жить действительно. Под доходом. Потому что ты заработал. Ну, смотрите, каждый из нас. Давайте, если проще говоря, у нас есть 100 гривен. Потратить в магазине 150 гривен нереально. У тебя есть 100 гривен, ты должен понимать. Значит, ты должен заработать 150 гривен. Еще раз говорю, для этого нужно создавать новые рабочие места. Для этого нужно продумывать план действий. И это самое главное, чтобы было сейчас перед нашим Минэкономикой, чтобы наше правительство четко осознало, мы не можем и дальше жить в долг. Кредиты МВФ, кредиты Международного банка и все остальные, это не подарки. Я вам хотел бы сказать, Борислав, что для нас...